Доброго времени суток, дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала! Вы смотрите Польза и Вред. И сегодня у нас Вред и Польза моркови. Это настолько привычный и знакомый с детства овощ, что мало кто размышляет над тем, в чем Польза и Вред моркови. Большинство из нас употребляют ее в отварном виде, ведь без моркови не приготовишь вкусного супа или борща. Однако многие любят просто погрызть сладкий корнеплод. Это вкусно, но дает ли это что-нибудь здоровью? Давайте разбираться. Неприметный корнеплод всем здоровье раздает. О целебных свойствах моркови. Одно полезное свойство такого огородного продукта точно известно всем. Он повышает зоркость, так как в нем много бета-каротина. На это намекает оранжевый цвет. Но на этом для большинства заканчивается знание о пользе сладкого корнеплода. А ведь его состав и лечебные возможности намного шире. Морковь, хотя и не считается рекордсменом по количеству полезностей, все-таки может накормить организм витаминами, такими как А, К, С, Е, В и ПП, а также ценными элементами, такими как калий, йод, фтор и магний, железо и марганец, а также незаменимыми аминокислотами. В ней есть клетчатка, некоторые ферменты, жирные кислоты и фитонциды. Разговор о свежей моркови и ее пользе и вреде надо начинать с одного из самых важных ее врачебных качеств. Антиоксиданты из состава корнеплода помогают защититься от рака, уменьшая риск появления онкопатологии на 40%. А если в организме уже развивается злокачественная опухоль, морковный сок способен приостановить ее рост. Его полезно пить и тем, кто проходит химиотерапию, чтобы уменьшить ее вредные последствия. Давайте теперь мы с вами посмотрим на список лечебных и профилактических свойств моркови. Она повышает остроту зрения. Если человек начинает хуже видеть в сумерках, это первый признак куриной слепоты. Чтобы затормозить этот процесс, надо регулярно включать в меню оранжевый овощ. Дальше. Морковь усиливает иммунную защиту, помогает противостоять вирусным инфекциям. Нормализует деятельность органов пищеварительного тракта. Улучшает усвоение углеводов, чем способствует снижению веса. Стимулирует кишечную перистальтику. Из-за наличия клетчатки. И устраняет запор. Предотвращает появление геморроя. Прочищает кишечник. Приводит в порядок обмен веществ. Обладает глистогонным действием. Оказывает желчегонные и мочегонные действия. Выводит песок из почек. Предупреждает образование камней. Снижает плохой холестерин. Поддерживает сердце. Борется с гиповитаминозом. Вымогает при анемии. Поднимает гемоглобин. Заживляет раны, язвы, ожоги. Купирует боль при наружном использовании. Снимает воспаление в полости рта при стоматите. Для этого сок разводят водой и используют для полоскания. Активизирует мозговую деятельность и улучшает память. Укрепляет нервную систему. Действует как успокоительная. Способствует повышению потенции у мужчин. Помогает женщинам сохранить цветущий вид, так как нормализует выработку половых гормонов. Морковь великолепно подходит для диет. Калорийность такого продукта совсем невелика. 41 ккал на 100 грамм. А в вареном овоще на 100 грамм 25 ккал. Но кто не может есть морковь? Невозможно поверить в то, что морковь способна чем-то навредить. Она крайне редко провоцирует аллергию. Поэтому разрешена и очень полезна даже детям. Единственная неприятность, которая может причинить морковь – пожелтение кожных покровов. Но такое случается только при неумеренном потреблении сырого корнеплода. Это ничем не угрожает здоровью. Однако считается сигналом о том, что организм присытился бета-каротином и не может его усваивать в таких количествах. Надо сделать перерыв в употреблении моркови. Если пить сок морковный в больших объемах, то могут появиться головная боль, сонливость, тошнота и даже рвота. Состояния, при которых нежелательно кушать морковь. Воспаление в кишечнике, язва и гастрит с высокой кислотностью. Важно обратить внимание, что исходя из пользы и вреда моркови, доктора определили, что норма такого продукта для взрослого составляет от 250 до 300 грамм в сутки. Это составляет примерно 3-4 корнеплода среднего размера. Сырая или вареная, что лучше для организма? Если позволяет здоровье, то такой овощ лучше кушать в натуральном виде. Причем народные целители утверждают, что с него не следует снимать шкурку, потому что в ней собрано множество ценных веществ. Достаточно просто хорошенько вымыть корнеплод и грызите на здоровье. И зубы, и глаза, и кишечник скажут вам большое спасибо за такое блюдо. Свежая морковь на 70% уменьшает опасность развития инсульта, улучшает мозговое кровообращение, благоприятно действует на сердце, так как является поставщиком калия в организм. Она очень полезна для сосудов, почек и печени. И обратите внимание, чтобы провитамин А лучше усваивался организмом, надо кушать морковь с растительным либо сливочным маслом, сливками или сметаной. Сегодня много говорят о том, что вареная морковь более цена для здоровья, ведь термическая обработка повышает количество антиоксидантов, находящихся в ее составе в 3 раза. Но в процессе приготовления витаминов становится намного меньше. У вареного корнеплода есть еще один минус. При отваривании клетчатка распадается на простые сахара, и гликемический индекс продукта подскакивает с 30% у свежей моркови до 85%. То есть повышается уровень сахара, что делает вареный овощ непригодным для диабетиков и тех, кто стремится к стройности. В каком виде подавать к столу морковь, каждый решает сам. И важно, чтобы вареная морковь сохранила свой витаминный запас, надо закладывать сырой овощ в закипевшую уже воду и отваривать не более 7 минут. Чтобы сформировать здоровое меню, не обязательно тратить большие деньги на фруктово-овощную экзотику. Такой простой и доступный овощ, как морковь, поможет иметь отличную фигуру и не думать о болезнях. Только не следует покупать корнеплоды гигантских размеров. Скорее всего, они напичканы нитратами. Лучше брать те, что выросли на бабушкиной грядке. Они хоть и мелкие, зато вкуснее и полезнее. Ну вот и все у нас на сегодня. Ну а поделиться с нами своим личным мнением или опытом можно в комментариях. А с Вами был канал Польза и Вред. Если Вы еще не подписаны, то подписывайтесь, и Вы узнаете еще очень много полезной, а главное важной информации. А я же всем говорю спасибо за Ваши оценки к видео. И всем до свидания.